Коллегиальный совещательный и консультативный. Так характеризуют депутаты молодежный парламент, который скоро начнет свою работу в городской думе. Проект решения на прошлой сессии был отправлен на доработку, а сегодня принят единогласно. 30 молодых людей от 16 до 35 лет отныне будут лоббировать интересы молодежи, изучать их проблемы, готовить свои собственные законопроекты. У него будет свой председатель, свои занестители председателя, которые будут руководить, вести заседание этого совещательного органа. Но я думаю, создан он будет уже в первом полугодии. По инициативе парламентариев в Вологде вновь появятся бригады дружинников. За счет городского бюджета будет приобретена форма, инвентарь и транспорт для добровольных стражей порядка. Планируется и поощрение дружинников единоразовыми премиями и грамотами. Другое важное для города решение – предприятия «Зеленый строй» и «Спецавтохозяйство» будут объединены. В результате на базе первого будет создан технический парк автомобилей для уборки улиц. «Зеленый строй должен будет работать эффективнее. То есть те нарекания, которые сегодня есть у людей по поводу снежных заносов улиц и всего, всех остальных вещей, то есть они, мы надеемся, что будут решены». А вот работающие в социальных учреждениях пенсионеры из села Молочное получат стопроцентную льготу на оплату коммунальных услуг. Из городского бюджета на эти цели будет выделено около 400 тысяч рублей. «Мы будем 100% компенсировать коммунальные платежи этой категории граждан. Мы уже сделали это на 17-й сессии для работающих граждан. На этой сессии мы распространяем на пенсионеров». Тоже льготы, но по оплате арендной платы получат некоторые вологодские организации и предприятия. К примеру, «Водоканал» сможет сэкономить 7,5 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на строительство двух напорных коллекторов. А вот вологодский поисковый отряд сохранит в своем бюджете около 200 тысяч рублей. «Освободившиеся средства пойдут и на создание музея, и на проведение выставки, и на проведение различных экспедиций, выездов, и на патриотическое воспитание молодежи, то есть проведение различных экскурсий, встреч и так далее». «Экспонаты, прежде всего, это находки во время полевых экспедиций, то есть те вещи, которые были с солдатами, найдены в лесу, что непосредственно они свидетели той войны. Ну, фотографии, какие-то документальные вещи, документы, фотографии из поисковых экспедиций, ну, все, что связано с Великой Отечественной войной и с Вологодской областью». В общей сложности сегодня депутаты Городской думы рассмотрели больше 40 вопросов и впервые за два года смогли пройти абсолютно все регламентные дебри. «Первое – это по вето главы отработали, так, то есть впервые глава использовал право вето. И второе – мы отработали отложенный, принятый за основу проект, и отложенный, и вот сегодня вернулись. То есть это большая, вот, интересно для депутатов, теперь они все знают, эти депутаты, они все прошли, и любой вопрос могут отработать». Благодаря еще одному решению Городской думы Вологде станет одним парком больше. Город возьмет на себя благоустройство зеленой зоны недалеко от клуба «Речник» в заречной части города. Уже совсем скоро здесь будут созданы все условия для хорошего отдыха. Будет проведена уборка, сделаны скамейки и урны для мусора. Александр Устинов, Максим Ташковец, Новости Вологды.